МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь4. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главное, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте. Для кого-то радость в связи с началом канику, для кого-то грусть из-за расставания со школой. В регионе прошли последние звонки. Высокая конкурентоспособность и уверенность в реализации новых проектов. Председатель комитета госконтроля Леонид Анфимов на уходящей неделе посетил предприятие Светлогорск-Химволокно. Беларусь помнит. Даем старт новому циклу сюжетов, посвященных судьбам победителей и малоизвестным фактам освобождения Гомельщины. Все подробности этих и других событий в ближайшие 26 минут. На этой неделе для, назовем точную цифру, 8243 выпускников средней школы Гомельской области прозвучал последний звонок. И хотя впереди у них еще экзамены, выпускные вечера, именно это событие считается началом расставания со школой и учителями. Радостный праздник со слезами на глазах тема специального репортажа моих коллег. Этого человека с несколькими десятками воздушных шаров за плечами наша съемочная группа замечает сразу же по приезду в 51-ю Гомельскую гимназию. Именно в этом учреждении образования на день раньше, чем у других, прошла первая в регионе линейка, посвященная последнему школьному звонку. Все просто, на следующий день выпускники гимназии уезжали в Оршу на республиканский последний звонок. Школьный вальс. Танцевать его учились почти 4 месяца, минимум по 2 раза в неделю. Иногда на уроках физкультуры, иногда в свободное от занятий время. И непосредственно последний школьный звонок. Кто-то смеется, кто-то плачет. Последний звонок – это как граница между до и после, детством и взрослой жизнью. Это как оторвать целый пласт своей души. Вот 11 лет – это больше, чем две трети моей жизни, в принципе, всей я провела с теми людьми. И мне, конечно же, не очень хочется с ними расставаться. Какие-то тесные связи, дружеские отношения, теплые моменты и воспоминания. И очень жалко, если после выпускного эти люди просто разбегутся по сторонам. Да, мы не договаривались, но хочется верить, что в ближайшем будущем мы обязательно встретимся. В этом году с 51-й гимназией прощаются 38 человек. Ирина Кротова работает здесь уже 20 лет, но 11-й Б у нее первый выпускной класс. С этими ребятами мне очень повезло. Все дружные, открытые, очень оптимистичные. С ними всегда весело, надежно. Они верят в себя, верят в свои успехи. Возможно, поэтому их и добиваются. Впереди у них еще школьные экзамены и выпускной вечер. Они еще будут встречаться, однако уже все понимают. Больше не будет ни школьных уроков, ни перемен между ними, когда можно вместе поговорить о самом важном. В 51-й гомельской гимназии студентами вузов становятся от 95 до 100% выпускников. Это действительно необычное и в чем-то даже уникальное учреждение среднего образования. В конечном итоге и нас, и родители, и учащиеся интересует конечный результат. Хорошее знание, поступление в высшее учебное заведение. Поэтому так и работа построена. То есть свобода маневра у каждого учителя, у каждого работника гимназии есть. А задача администрации – создать оптимальные условия для того, чтобы этот маневр можно было реализовать на практике. Среди приоритетов 51-й гомельской гимназии – стремление ко всестороннему развитию детей, причем не только в теории. Интеллект, творчество, здоровье – это девиз учреждения. Другое дело, что реализовать все планы в городских условиях просто невозможно. Перед началом линейки, посвященной последнему звонку, Вутевской средней школе Добургского района нашей съемочной группе предлагают посмотреть экспериментальный участок по выращиванию сельскохозяйственной продукции. В прошлом году он занял второе место в международном проекте технической помощи «Школьный сад». Заполученные в качестве приза средства заложили яблоневую плантацию. Приобщение к практическому труду на земле – это, пожалуй, одна из особенностей этой сельской школы. Наша школа в районе является опорной площадкой по экологическому воспитанию и энергосбережению. При школе имеется учебно-опытный участок полгектара, создана школьная бизнес-компания «Господар». Мы своих учеников учим выращивать сельхозпродукцию. Дети знают технологию выращивания и огурцов, и томатов, и светлых, и морковиц. В этом году Утевскую школу закончили 8 человек, причем все высказали желание продолжить учебу дальше. Кто-то хочет стать учителем, кто-то попробует свои силы в частном бизнесе. Со стороны кажется, что во время торжественной линейки они чувствуют себя несколько смущенно, хотя и стараются выглядеть как взрослые. Последний вальс в Утевской средней школе выпускники танцуют вместе с первоклассниками. Как и в других школах, у них впереди еще встречи во время экзаменов и, собственно, выпускной вечер. Однако все понимают, последний звонок – это уже прощание. Составшим за 11 лет родным учреждением образования, учителями и друг другом. Было здесь очень весело, конечно, не без слез, по некоторым урокам, так как были иногда плохие оценки. Также я здесь нашла много друзей, и эти воспоминания останутся у меня на всю жизнь. Последний звонок ставят под 11 годами учебы точку. Теперь они будут уже с улыбкой вспоминать невыученные уроки и полученные за это двойки. Сочинения с ошибками и непонятные химические формулы. Но у кого-то, возможно, первое свидание и несмелое признание в любви. И первые шаги во взрослую жизнь, которые их так старательно готовили преданные своему делу педагоги. Мне есть с чем сравнить. Я отучился в Мозырском педагогическом университете, мы проходили практику в городских школах. Поэтому я так по своему опыту могу сказать, что городские дети немного задористые, немного такие вот боевейшие. А деревенские дети наиболее спокойные. С ними можно найти очень быстро один язык и непосредственно работать. Олег Сентюров, Максим Савин, Евгений Макеенко. Новости недели. Высокая конкурентоспособность и уверенность в реализации новых проектов. Такой вывод озвучил председатель комитета госконтроля страны Леонид Анфимов после ознакомления с деятельностью предприятия «Светлогорск Химволокно» и с перспективами его развития. Подробнее об этом, а также о других важных событиях недели, далее в обзоре от службы информации. Сегодня продукция предприятия «Светлогорск Химволокно» экспортируется более чем в 40 стран мира. Оставаться востребованными у своих торговых партнеров и находить новые рынки позволяет модернизация производства. Последнюю установку ввели в эксплуатацию в прошлом месяце. Ее мощность – 10 тысяч тонн нетканных материалов в год. С реализации этого инвестпроекта в акционерном обществе ожидают ежегодный прирост выручки в размере почти 19 миллионов долларов. Высокая конкурентоспособность и уверенность в реализации новых проектов. Председатель комитета госконтроля Леонид Анфимов дал высокую оценку проводимой работе на «Светлогорск Химволокно». В Гомеле уточнили задачи по подготовке к зиме. Кстати, она началась сразу после завершения отопительного сезона. Среди первоочередных мер – проверка тепловых сетей, что позволило уточнить объемы работ по замене изношенных участков. Ожидается, что в этом году на современные будет заменено 35 километров изношенных труб. Кроме того, продолжится передача на баланс специализированного предприятия «Гомель Энерго» котельных, обслуживающих жилой фонд и объекты социальной сферы. Такая мера должна обеспечить стабильность теплоснабжения и снизить нагрузку на городской бюджет. Заместитель председателя постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по образованию, науке, культуре и социальному развитию Андрей Беляков посетил гомельский ликероводочный завод «Радомир». Он встретился с трудовым коллективом предприятия и провел прием граждан. Принципиальная позиция депутата – на подобных встречах нельзя обходить проблемные моменты в жизни людей. Андрей Беляков во время встречи коснулся темы строительства жилья для семей, закрепления молодых специалистов, активного участия рабочей молодежи в жизни города и области. Встреча прошла в формате живого диалога. В Гомеле подвели итоги областного смотра конкурса на лучшую организацию идеологической работы в трудовых коллективах. Награды в различных номинациях получили более 30 победителей. В этом году смотр конкурс проводили в 14 раз. За это время его победителями стали около 250 предприятий и организаций региона. Теперь в этот список внесли новые названия. Среди лучших – ГГУ имени Франциска Скаарины, Ельская вспомогательная школа-интернат, Светлогорский филиал, Гомельского областного потребительского общества. Все они получили дипломы и денежные премии. Ежегодно 31 мая сотни православных верующих посещают Святопокровскую церковь в деревне Корма Добружского района. В этот день здесь проходят богослужения, посвященные памяти святого праведного Иоанна Кармянского. По традиции у стен Святопокровского храма Свято-Иоанна Кармянского женского монастыря состоялась божественная литургия. Ее возглавил митрополит Минский Заславский Павел, патриарш и экзарх всея Беларуси. В 2019-м, в год знаковых для страны юбилейных дат, с особым размахом проходит по-настоящему народный проект, идущий от души и сердца «Беларусь помнит». В преддверии 75-й годовщины освобождения страны от фашистских захватчиков, это еще одна возможность отдать дань памяти героям-землякам и сохранить всю правду о великой победе. Вот и мои коллеги, вдохновившись проектом, сегодня дают старт новому циклу сюжетов, где обещают рассказывать о судьбах победителей и памяти поколений, интересных и малоизвестных фактах освобождения Гомельщины. «Беларусь помнит» – материал Марины Джалой. В гости к Олегу Блиндову мы наведались вместе с активистами Белорусского Республиканского Союза Молодежи. Ребята, студенты университета имени Франциска Скорины, тоже включились в национальную акцию «Беларусь помнит». Ее цель – собрать как можно больше информации о военной жизни земляков, прошедших дорогами войны. «Большое спасибо за то, что вы делали для нашей молодежи, которая сейчас живет в мирной стране. И что благодарны мы за это вам, ветеранам, которые для этого кто-то отдал жизнь, кто-то отдал свое здоровье. Но все это делали для нас. Спасибо вам большое за это. Вот это не манитет наше». В благодарность Олег Назарович цитирует строки из собственных стихов. У него их к 96 годам накопилось на несколько сборников. «Приснился мне атаки весь бедлан. Врага колю, а сатанилы там. И вроде у победной я черты. А я хотел, чтобы приснилась ты. Приснилась мне, что я стою в Кремле. И Жуков сам вручает орден мне. Такой нигде не видел красоты. А я хотел, чтобы приснилась ты». Я уверена, Беларусь помнит это и для них, еще совсем юных, стимул узнать больше о своих предках и их подвигах. Не просто из учебников. Каждая такая встреча – живой урок истории. «Мы с ребятами в рамках акции «Беларусь помнит» посещаем ветеранов, собираем у них информацию о том, где они воевали, вообще их сведения, какие у них были заслуги, какие у них воспоминания связаны с этим событием, скажем так. И очень приятно, что многие ребята отзываются на эту акцию и выкладывают в социальных сетях под этим хэштегом свои истории, своих дедушек, бабушек, прадедов, прабабушек. И что будут помнить не только наши поколения, а что эти записи останутся и для следующего поколения. Так как ветеранов становится у нас, к сожалению, все меньше и меньше». Не за горами у ветерана – столетний юбилей. Несмотря на уважаемый возраст, он с улыбкой и оптимизмом смотрит вперед и радуется жизни. «Здоровье», – говорит Олег Назарович, – еще позволяет и на дачу съездить, и даже в Минск к друзьям. Да и хорошая пенсия дает такую возможность. Кстати, каждый год ветерану положена путевка в санаторий. А если желания ехать нет, дают денежную компенсацию. Плюс не оставляют без внимания. Каждую неделю приходит соцработник. Наводит порядок, если нужно, выполняет поручения и просьбы. «Лекарства я получаю бесплатно. Представляете, бесплатное лекарство. А в таком возрасте лекарства, знаете, сколько стоит? Уйма. Ездить я могу бесплатно. Я, например, если бесплатно по городу, ну и на расстоянии, скажем, до 40 километров тоже бесплатно. Так? Еще талоны выдают, что я могу ездить и за пределы республики, пожалуйста, тоже это. Ну. Пособие, лишь пособие такое. Если я не поеду, значит, в санаторий отдыхать, я получаю 10 базовых величин. Сегодня в Гомельской области прошивает 915 ветеранов Великой Отечественной войны. Участников около 400. И с каждым годом их становится все меньше. Только вдумайтесь, в Наравлянском районе остался всего один ветеран. Именно потому уделить внимание каждому не просто государственная задача. Это почетный долг нового поколения белорусов. И в этом году социальные службы посетили каждого, узнали его проблемы и пожелания. И по возможности постарались решить и все вопросы. В том числе не без помощи предприятий, организаций и молодежи региона. Ежегодно проводится обследование условий их проживания для того, чтобы выявить их все потребности и нужды. В преддверии празднования 75-летия освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков уже такое обследование проведено в первом квартале текущего года. Все заявки, которые поступили от ветеранов и лиц пострадавших от последствий войны, мы выполнили. Основные просьбы, которые поступали, это ремонт жилых помещений, противопожарная безопасность, это ремонт печей, электропроводки, установка автономных пожарных извещателей. Почетный долг каждого белоруса – хранить память о подвигах предков, собирать по крупицам сведения о ныне живущих и тех, кто уже ушел, чтобы из поколения в поколение передавать истории о дедах и прадедах, которые ценой своей жизни принесли стране великую победу и бесценную свободу. Помочь в этом может каждый, приняв участие в общенациональном проекте «Беларусь помнит». Среди вариантов размещения в соцсетях истории о военном пути своих близких с хэштегом «Беларусь помнит». Челлендж активно подхватила молодежь. А сколько людей с портретами своих родных вышло 9 мая на центральные улицы городов. Все это в очередной раз подтверждает в Беларуси и у беларусов по-прежнему велик запрос на правду о событиях Великой Отечественной. Правду, которая жива, пока Беларусь помнит. Марина Джалла, Евгений Макенко, Новости недели. И в продолжение темы. Ряд масштабных проектов к 75-й годовщине освобождения страны от фашистских захватчиков приготовил коллектив областного музея военной славы. Среди них предвижная тематическая экспозиция, которая и сегодня колесит по регионам. Как сохранить всю правду о Великой Победе и воспитать истинных патриотов? Каким должен стать музей будущего, чтобы оставаться интересной молодежи? Об этом большое воскресное интервью с заместителем директора Гомельского областного музея военной славы Константином Мищенко. 75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Серьезная юбилейная дата – повод для большого разговора. И ни одного. Константин Сергеевич, какие проекты в связи с юбилейной датой готовит коллектив музея военной славы в Гомеле? Ну, во-первых, так сказать, подготовку мы начали уже с прошлого года. Поскольку был соответствующий указ президента о праздновании 75-летия освобождения Беларуси, 75-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне. Поэтому первое, что мы сделали, мы сделали передвижную выставку, то есть временную экспозицию, которая называется «Битва за Беларусь». Вот 22 ноября прошлого года она стартовала на международной конференции, которая у нас проводилась в Гомеле, совместно с Институтом истории Академии наук нашей, Национальной Академии наук. И, собственно говоря, мы начали бывать в различных регионах нашей области. Это передвижная экспозиция, да? Мобильный музей? Да, мобильный музей. Так и называется «Битва за Беларусь». Значит, мы в прошлом году успели еще несколько десятков школ, так сказать, объездить в различных регионах нашей Гомельской области, поскольку мы областной музей. Вот в текущем году тоже уже побывали в 35 образовательных учреждениях. Охват учащихся более 6 тысяч составил, так сказать, присутствовали на наших мероприятиях. Мы открыли в президентской библиотеке тоже выставку с аналогичным названием, но немножко переформатированное на стендах, значит, фотодокументальное об освобождении нашей Гомельщины, в частности и Беларуси, то есть самого города нашего областного центра. Это и огромное количество встреч поколений, и более мелких мероприятий не только в Гомеле, но и по всей области, и даже республике. Вообще областной музей военной славы в Гомеле уникальный в своем роде, ни в одном из других областных центров такого нет. Как чувствуете, не угасает ли запрос на правду о Великой Победе? Безусловно, нет. Дело в том, что поскольку открываются какие-то новые документы, народ сверяет, насколько это достоверно, потому что люди часто приходят, молодежь готовится в образовательных учреждениях, тоже система Министерства образования в этом направлении тоже проводит большую работу, но нужны консультации специалистов. Это посетители с профессиональным интересом, но огромное число родителей и деток изо дня в день приходит, не меньше число посетителей стало за эти 15 лет. Нет, тем более, если одни дети, как-то, ну, я, пришла бабушка с внуком, ну, я смотрю, он такой маленький еще, годика, 3-4, наверное, ну, я говорю, вот, интересно, надо буклетик подарить. Да, мы, говорит, у вас уже каждое утро, значит, мы просыпаемся и идем к вам. Потом мы уже идем завтракать. В пору абонементов купать. Да, поэтому, ну, конечно же, музей наш привлекает не только обилие внутренней экспозиции, это, безусловно, и площадка с военной техникой, потому что, как бы, сегодня интернет позволяет найти какую-то интересную информацию, картинки и так далее, но увидеть и притронуться, так сказать, в живую историю в виде, там, танка или самолета, или поезда. И это не бутафория, не муляжи. Да, это, конечно, это подлинные предметы, тем более, что есть интересные экземпляры, которые связаны не только с Великой Отечественной войной, там, допустим, но и с локальными конфликтами. Вы действительно много работаете с молодежью, но ведь у нового поколения и запросы другие на подачу информации и восприятие свое зачастую. Каким видите музей будущего и что делаете для того, чтобы правда о Великой Победе жила как можно дольше? Ну, молодежь, действительно, она всегда очень высоко требовательна, она еще не испорчена жизнью, и они очень такие максималисты. Они любят правду, и поэтому, если любая фальшь, она сразу же будет заменна. Потому что, вот, поэтому, чем больше правды? И, конечно, молодежь любит интерактив. То есть, вот мы, допустим, 9 мая, вот уже в прошлом году мы пару лет стали практиковать, допустим, ту же Су-25, которую я упомянул, открывать, чтобы человек почувствовал себя в реальной обстановке. Есть мысли и о протанке, но пока мы еще опасаемся за безопасность, в общем-то, наших посетителей. Но люди хотят докопаться до истины, посмотреть, что внутри. Внешне они с удовольствием... Вы эту возможность предоставляете? Мы думаем об этом. Мы вот хотели бы вертолет, танк, ну, то есть, больше интерактивы, конечно же. Таким должен быть музей будущего, интерактивным. Конечно, больше интерактивный, когда, как бы, даже вплоть до того, что есть такие моменты, когда у других музеев, там, скажем, танк в разрезе, когда человек может зайти, как бы, посидеть совершенно спокойно. Вот, в принципе, это тоже, как бы, как форма, ну, много современных технологий используется, но все равно доминантой должен быть реальный предмет. То есть, вот он натуральный, потому что для чего человек в музей придет? Если он виртуально, он может сидеть, виртуальную экскурсию осуществить, и дома сидя, чашкой кофе там, или чая. А вот, а все-таки прийти и увидеть реальный предмет в реальной, как бы, обстановке, это, конечно же, в музее. Спасибо за то, что эта возможность у жителей Гомеля есть. Успехов в делах! Спасибо! В Бресте начался четвертый международный фестиваль мастеров искусств «Пестрый тюльпан». Шедевры музыкального, балетного и изобразительного искусства представляют признанные мастера из Германии, Италии, Польши, Латвии, России, Беларуси. Фестиваль за несколько лет вырос в масштабах, из двухдневного превратился в недельный, чем привлек в себе еще больше внимания публике. Культурная жизнь нашего региона также бьет ключом. Танцоры экспериментируют, дизайнеры демонстрируют, фотографы экспонируют. С подробностями Евгения Кухаронок. Мы в Доме культуры железнодорожников поднимаемся на самый верхний этаж. Именно здесь сегодня проходит первый областной конкурс молодых дизайнеров. Приглашаю посмотреть и вас. В центре внимания, конечно же, коллекция одежды от начинающих кутюрье. В конкурсе пять номинаций. Повседневная мода, детская, авангардная, этностиль и авторская мода. Оценивала работы компетентная жюри. О своих предпочтениях говорила и публика, что выражалось в громкости аплодисментов. Конкурс предоставил отличный шанс молодым дизайнерам заявить о себе, показать свои возможности и посмотреть на других, обменяться опытом. На неделе во Дворце Румянцевых и Паскевича открыли выставку керамики Николая Пушкаря. Назвали экспозицию «Когда глина поет и смеется». Убедиться, что в этих фигурках живет душа, может любой посетитель. Рыбаки, лирники, сваты – все с характерами, своими историями и судьбами, что читается в каждой детали. А между тем, все работы выполнены из таракоты. Кажется, Николаю Пушкарю удалось оживить глину. Здесь же, но несколькими этажами ниже, представили экспозицию с интригующим названием «Во всем виновата время» – «Эволюция простых вещей». Трудно поверить, что когда-то не было утюга из печек, электрического чайника и расчески. Все эти предметы прошли долгий путь видоизменения, чтобы попасть к нам в том варианте, который мы знаем. Про этот эволюционный путь и рассказывает выставка. А далее анонс культурных событий недели предстоящей. С 1 июня в Гомельском городском центре культуры состоится вечер необычного театра. Организаторы представят арт-пространство, в котором объединят сразу три творческие стихи – хореографию, этнобокал и электронную музыку. А 6 июня гомельчан и гости города на свой концерт приглашает народная артистка Беларуси Галина Павленок. Место встречи – Дом культуры железнодорожников, начало 18.30. В этот же день в картинной галерее Гаврила Ващенко презентуют фотовыставку Станислава Янчарского. Самыми интересными культурными событиями региона вас знакомили Евгения Кухаронок и Андрей Иванов. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели». На этом у меня все. Встретимся вновь в следующее воскресенье, чтобы вместе подвести итоги недели. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова